Из беседы святителя Иоанна Златоустова о Крещении Оно называется не одним наименованием, но многими и различными Так это очищение называется баней покебытия Спас нас, говорит апостол, баней возрождения и обновления святым духом Титут 3 глава Называется и просвещением, как называет его опять Павел Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий Каевреем 10 глава Называется и крещением, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись Галатам 3 глава Называется и погребением Мы погреблись с ним, говорит, крещением в смерть Кремлянам 6 глава Называется и обрезанием В нем вы обрезан обрезанием нерукотворенным Совлечением греховного тела плоти Обрезанием Христовым Колосиным 2 глава Называется и крестом Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное Кремлянам 6 глава Есть общее всем людям омовение посредством бань, которая обыкновенно омывает нечистоту телесную Есть омовение иудейское, которое хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного Так как и оно омывает нечистоту телесную Но не только телесную, а и зависящую от немощной совести Есть много вещей, которые по свойству своему не нечисты Но становятся нечистыми от немощи совести Как в отношении к детям, маске и прочее пугалище Которые по свойству своему не страшны Кажутся детям страшными по слабости их естества Так и в отношении к тому, о чем я сказал Например, прикосновение к мертвым телам По свойству своему не нечисто Но когда оно случится с человеком немощной совести То делает прикосновение нечистым Что это дело по свойству своему не нечисто Показал сам учредитель закона Моисей Который нес с собой мертвого Иосифа И однако остался чистым Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте Происходящей не от природы, а от немощной совести Говорит, где, говорит так Нет ничего в себе, в самом нечистого Только почитающему что-либо нечистым Тому нечисто, крепленном 14 глава Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей Но от немощи помышления Развратник ли кто, или блудник, или идолслужитель Или сделал какое-либо другое зло Хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки Но если он войдет в водную купель То выйдет из этих божественных струй Чище лучей солнечных А чтобы ты не считал сказанному преувеличением Послушай Павла, который говорит О силе этой купели Не омывайтесь Не обманывайтесь Ни блудники, ни долслужители Ни прелюбодеи, ни молаки, ни мужеложники, ни воры Ни лихаимцы, ни пьяницы Ни злоречивы, ни чищники Царствие Божие не наследует 1 Коринфянам 6 глава Но как это, скажешь, относится к вышесказанному Требуется показать, очищает ли все Эта сила купели Выслушай же дальнейшее И такими были некоторые из вас Но омылись, но осветились Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа И Духом Бога нашего 1 Коринфянам 6 глава Мы обещали вам показать, что входящие в эту купель Очищаются всякой порочности Но речь наша показала больше То есть, что они делаются не только чистыми Но и святыми и праведными Он не только сказал омылись Но также осветились и оправдались Здесь речь идет не о той купели В которой сегодня будут купаться где-то Не совсем не об этой А о купели крещения Когда человек уверовал Спасителя И пришел к крещению Здесь далее говорит спаситель Именно о этой купели А сегодня же ту купель, которая купается так И принимает это Говорит, кто искупается сегодня Все грехи прощаются И все туда идут купаться Ну и все будут благо тогда Если искупаешься в этой воде Таковое человеколюбие божественного дара Он делает праведными без усилий И если указ царя, написанный в немногих словах Отпускает на свободу виновных В бесчисленных преступлениях А других возводит на высочайшую степень почести То тем более Святой Дух Божий Всемогущих Может избавить нас от всякого зла И даровать нам великую праведность И исполнить нас великого дерзновения И как искра, упавшая в необъятное море Та час угасает И поглощенная множеством воды Становится невидимой Так и вся человеческая порочность Погружается в купель божественного источника Потопляется и исчезает скорее и легче той искры Если же эта купель Отпускает все наши грехи То почему скажешь, она называется Не купелью отпущения грехов Или купелью очищения Но баней возрождения Потому что она Не просто отпускает нам грехи Не просто очищает нас от прегрешений Но делает это так Чтобы мы как бы вновь рождаемся Аминь